Синдзюк Как эффектно убрал сейчас Старгундель на Пашковского, Пашковский не забивает. Ну что ж, видим с первых минут начали куражиться, да, футболисты на дальние бровки, друзья, судит арбитр, про которого вы сегодня спрашивали, Станислав Иванович Баклажко. После этого момента Старожук, передача на Пашковского и 1-0, 1-0, друзья. Ну что, очередная, так как будем говорить, Стар, Пашковский, счет 2-0, друзья, счет 2-0, все очень просто. По-моему, Старожук. А у нас, друзья, продолжается град голового ворота Олд Бойс, уже Антон Литовченко забивает третий. То, что мы можем вам рассказать о Куину Ред Стар, команда уже, ну, завидеть, еще идет только первый тайм, но те, кто следит за трансляцией с начала этого поединка, меня прекрасно поймут. Тем более, посмотрите, что сейчас в штрафной площадке соперника творят футболисты Куину Ред Стар. Максимальный сегодня, кстати, состав у старых парней. Нет, Сергея Башка, Александр Асачи отсутствует. Тем временем, друзья, у нас уже пятый мяч. Максим Кундель забивает свой первый гол в этой встрече, счет становится опять. Олд Бойс, восьмой номер. Этого коллектива сейчас момент, можно забивать, друзья, можно забивать. И штанга спасает ворота Куину Ред Стар после удара Сергея Ковальчука. Ну что ж, первый опасный момент действительно ворота Куину Руня. Отметим Сергея Ковальчука, который нашел возможность для удара. Тем временем, не забиваешь ты, друзья, забиваешь теперь. Двенадцатая минута Дмитрий Скорожук делает счет 6-0. По матчу, вы видите, небольшая пауза была в игре, и все-таки позволила мне рассказать немного о нашем турнире. Синдзюк направо, Кундель. Это был даже не удар, это, друзья, был прострел. А счет-то уже 7-0. Синдзюк направо, Кундель. Это был даже не удар, это, друзья, был Жук. Кундель, ну, абсолютно, абсолютно спокойно сейчас разрывают оборону соперника. Футболисты Куньвы и Ред Стар. Это восьмой мяч. Это восьмой мяч. Литовшенко оформляет хит-трик. Коллективу «Олдбойс» не удалось, а тем временем счет у нас 9-0. Друзья, хит-трик уже Анатолий Пашковский. Паша добежит, добежит, добежит до мяча. Не у него успевает Павел. И пока что, пока что все-таки 10-й мяч Александр Вереша на басту. Мгновенная контратака. Не забивает пока 11-й, но что к этому идет? Что к этому идет? Сторожу Кундель мимо. Вот Дмитрий Сынцюк делает счет 11-0. Хорошо на замахе убрал защиту. При передаче. И вот снова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как наумец и сумел предотвратить 12-й гол. Но уже несколько секунд проходит. И Евгений Кундель все-таки забивает 13-й гол. Просто не могут, не могут противодействовать своему сопернику. Вот Пашковский. Видим пол, полное игровое преимущество на стороне красных. Вот еще один гол летает от ворота. Олдбойс. Хороший розыгрыш для них. А вот перехват Сергей Ковальчук по пустым воротам и не попадает. Пашковский, Зайчук. Зайчук пробивает, но вот он на этот момент. И Сергей Ковальчук наконец-то. Наконец-то он забивает. Наконец-то первый гол. Олдбойс на этом турнире. Легче воспринимать это поражение. И вот... Антон Литовченко также делает покер на 32-й минуте. 14-1. Удар. Наносил головой, но Зайчук был на месте. Вот Анатолий Пашковский. Вы посмотрите, как здорово прошел. Финт убрал защитника и пробил. И снова, снова Пашковский. Посмотрите, насколько он хорошо выглядит. Свеженький. Передача на Старожука и Старожук. Ну вот, смотрите, что делают футбалисты Кунг Лунинед Стар. Уже не позволяют себе не забивать пустые ворота. Просто издеваются от крыльев. Зайчук. Синдзюк. И вот-вот еще одна ошибка. Приводит к тому, что молодбой все-таки забивает второй мяч. 18. 18 голова. Мяч закончился. 18-2. Вот, кстати, хочу вам еще продемонстрировать новые мячи нашего турнира Select и МС Торнадо. Прекрасные мячи, которыми ребятам, я так понимаю, нравится играть. Кстати, сейчас спросим у Саши Бондаря, как ему играется этими мячами. Деловой человек, телефоны. Саш, с победой. Спасибо. Расскажи мне вот про мячи. Как тебе мяч новый? Хороший мяч. Хороший мяч. Мячи залетают. Залетает. Сколько сегодня забил, напомню? Ноль. То есть, все сегодня друзья забивали, я так понял, кроме Александра Бондаря у нас. В целом, расскажи о новом сезоне, о целях команды Кунун Редстар. Цели, как всегда, у нас самые высокие. Попадание в золотую лигу, там борьба за самые высокие места. У нас уже это третье участие в турнире. Прошлое вышло чуть хуже, чем первое. В этом сезоне, надеемся, показать более высокий результат, чем в прошлом. Ну и, наконец-то, выиграть уже первое место. Скажи, мне показалось, что нет, да, у вас никакого усиления, весь костяк остался прежним. Да, наоборот, даже пару человек ушло. Там появился у нас Тарас Собченко в прошлом сезоне. Будет ли Тарас, кстати? Скорее всего, нет, но может, ближе уже к золотой лиге появится. Но пока что играют те люди, которые играли первых два сезона. Ну, в любом случае, с победой, Саша, надеюсь, что дальше результаты будут не хуже. Спасибо вам, Саша. Олдбойс, ну что, неплохой матч, да? Отличный. Ну, то есть, как, у парней, которые играли против нас, неплохой. Вот, а мы просто плохо по завтраку сидим. Скажи, вы просто после третьего мяча уже пропущенного остановились? Да нет, я, в общем, ну, не думаю, что мы прямо остановились. Вот, ну, подустали, конечно, но... Ну, то есть, это, в общем, физиологическая, а не психология, я считаю. Скажи, какие амбиции на новый турнир у Олдбойс? Да хотелось бы как-то сформировать команду, чтобы она более-менее стабильно играла, потому что у нас постоянно меняется состав, и из-за этого нет возможности, в общем, поставить хоть какую-то игру. Приходят новые люди, которые, в общем, не знают, как мы играем, что мы делаем, вот, это доставляет нам проблем. Это наша главная задача, я думаю, на этот сезон. Тогда я желаю, чтобы вы все-таки утрясли проблемы с составом, чтобы их не было и уже на протяжении стена прогрессировали и добывали победы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.